здравствуйте друзья я хотел поговорить сегодня вечером на тему которая для меня непростая потому что мы с одной стороны говорим о том что человек должен рассчитывать на себя и в достижении как бы своих целей и чем меньше он зависит от других людей тем надежнее он придет к результату мы видим обратные совершенно процессы иногда когда люди рассчитывают полностью на всех остальных и сами они абсолютно беспомощные и они находятся на как бы вот общественный в системе помощи там вэлферы всякие бенефиты они не в состоянии не заработать пальцем пошевелить и так далее то есть есть разные экстримы один экстрим как бы хороший человек сам побежал все сделал молодец другой экстрим такой не очень хороший когда он сам никуда не побежал и причину не могут быть самые разные вот я помню одного господина он говорит а что ну а куда я пойду работать он не работал а где то куда я пойду работать у меня семь детей он верующий я думаю надо же вот верующий и где это в каком писании написано что надо производить семь детей чтобы их общество содержало они допустим человек своим трудом эти но это как бы вопросы такие я туда не лезу как бы его положено пусть получает слава бог дети растут там не вопрос но мы мы говорим о том как люди эмигрируют и на какую помощь они рассчитывают вот сегодня с утра я там маленький сюжетик записал и там один из наших зрителей говорит ну вот почему бы там иммигрантам которые более состоятельные не скинуться не создать какой-то фонд такое чтобы помогать иммигрантам новым давайте я вам расскажу как я был клиентом вот такого фонда когда мы только приехали значит приехали мы надо сказать в поганое время ну по сравнению с ссср было очень даже ничего я так прямо скажу это был конец 90-го года пустые полки черт что творилось в общем конечно по сравнению с ссср там тут был целый мир изобилие все такое но начиналась рецессия работы нет языка у нас английского тоже нет и в общем фигово то есть не не то слово как фигово и нам как по беженской программе там людям были положены какие-то там но это денежки там и все такое но но нам на жизнь не хватало нам просто не хватало нам родители жены которые приехали раньше вот они там какие-то излишки были они там что-то долларов 100 150 месяц докладывали потому что того что нам несколько месяцев мы там получали по этим всем программам у нас нам просто не хватало и вот самые скромные житухи даже не вся эти насколько скромный так мягко говоря его значит мы были клиентами организации созданы на деньги иммигрантов приехавших раньше и которые неплохо себя чувствовали называлась эта организация организация jewish family and children services значит еврейская еврейские сервисы для значит там семейные семей и детей это организация уже много лет она бог знает сколько существует но существует она на деньги колюты люди жертвуют плюс на самом деле есть государственные гранты которые раздаются общественным организациям вот таким но он профитом там тоже в частности вот есть по беженской программе им за каждого беженца который к ним значит поступал на удовольствие они тоже какие-то деньги получали общем казалось бы они должны были нам помочь но поймайте рецессии но вот хоть ты что делай хоть ты тресни а рецессия и и они вроде бы может и хотели бы чтобы мы как-то рассосались и как-то нам помоглось но вот 30 если давайте с одной стороны с другой стороны они при этом они не жаловались на рецессии они нам не говорили, ну вот рецессия, мы ничего сделать не можем. Они нам говорили, вы какие-то второсортные, говорили они нам. Вы какие-то некачественные. Вы какие-то вот думаете, что вы инженеры, в то время как вы вот какие-то вот странные такие совки из страны третьего мира понаехали, тут непонятно какие. В общем, короче, они пытались как бы оправдать то, что они не в состоянии нам помочь, вот как бы тем, что народ некачественный. Народ, конечно, с их точки зрения, был довольно странным, что тут говорить. Разница культур, там все такое. Но все-таки в итоге-то мы все неплохо как бы обустроились, причем мы гораздо лучше обустроились, чем вот эти люди, которые нам пытались помочь. И в этом есть некоторая тонкость. Дело в том, что люди, работающие в нон-профитах, получают очень маленькие деньги. Это люди, которым нравится заниматься тем, чем они занимаются. Они не стремятся к деньгам, может быть, они из обеспеченных семей, может быть, у них там, скажем, супруг там, обеспеченный, может быть, у них еще какой-то мелкий бизнес на стороне. Вот эти, которые там в этой, в джуйке работали, там еще была другая организация, которая занималась трудоустройством. Вот. Вот это она как раз не могла помочь. Называлась джуйш вокейшнл сервис. Они должны были нас устроить на работу. Фэмили и чилдерн сервис как раз очень эффективно функционировали. Они помогали там где-то мебелишку какую-нибудь. Вот там, знаете, бывает, обычно мебелишка перепадала от покойников. То есть, человек умер, родственники ценные вещи забирают. Ну, умер там в каком-нибудь доме престарелых, там, или просто в доме. И там у него полный дом шматья. Ну, и вот, значит, приходил трачок, туда загружали все, что есть, и потом развозили по новым иммигрантам. Нам вот так какой-то барахлишко подкинули там, тумбу какую-то, комод, там, я не помню, зеркало. Другой раз автомобиль нам подарили, вот такой, Volvo 10-летний. Мы там недолго на нем проездили, он в не очень таком состоянии был хорошим. Ну, то есть, вот эти как раз они ничего. А вот которые по работе, и где, казалось бы, ну, самые такие актуальные вещи для нас, да, работы же нету, как вот жить? А мы привыкли работать, мы же не то, что там с улиц какие-то, или там, и не хотим работать. Мы очень хотим работать, мы без работы жить не можем. И вот они, значит, нам пытаются, как бы, помочь. Ну, так по-своему. Я сейчас уже понимаю, что даже в хорошей экономике эти люди нам помочь не могли. Зная уже сегодня, 25 лет спустя, как работает эта машина, я хорошо понимаю, что помочь они не могли никак с поиском работы. То есть, единственное, что, допустим, какой-нибудь сердобольный там член общины, допустим, у него там пекарня, или у него там, не знаю, там что, таксопарк, вот он звонит и говорит, нужен человек, да, или там нужно три человека. Они к нему, конечно, кого-то пошлют, и вот такие случаи бывали, но в тот конкретный момент, понимаете, с работой было плохо, а с наплывом иммигрантов было хорошо. И получалось, что, ну, совсем труба. Ребята, которые приезжали за пару лет до нас, вот я знаю одного парня, он работал со мной вместе и учился вместе в институте связи, так ему подарили машину. Машина сломалась через полгода. Ему другую подарили. Она опять сломалась. Ему третью подарили. Знаете, время какое было. А тут мы все как раз, валом таким. И тут, конечно, стало тяжело. И плюс рецессия, опять же. Плюс рецессия. Значит, я это не к тому говорю, что не нужно на себя надеяться и не нужно делать максимум того, что ты можешь. Больше того, когда ты делаешь максимум того, что ты можешь, все остальные бегут тебе помогать. Потому что есть кому помочь. Есть человек, который что-то делает, старается. Естественным образом все норовят ему помочь. Никто не хочет и не может помочь человеку, который ничего не делает. Тут особая как бы статья. Но я к чему это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что даже если вы приехали куда-то и там есть какие-то организации, и эти организации, казалось бы, созданы для того, чтобы тебе помочь. Вот я хочу сказать, не раскатывайте губы. Они созданы, чтобы вам помочь. Теоретически. Это в вашем мнении, в вашем сознании. Они должны вам помочь так, как вы хотите, чтобы вам помогли. А они вам хотят помочь, так как они думают, что вам надо было бы помочь. И тут есть очень интересная тонкость. Вот вы знаете эту американскую фишку, что вот можно дать человеку рыбу, а можно дать ему удочку и научить, как ловить рыбу. Вот и да, он сам не будет нуждаться больше в помощи. Вот как бы так сказать, разные концепции помощи. Но если вы возьмете человека, который, например, не в состоянии ни рыбу ловить, ни пользоваться удочкой, ни вообще даже понять, зачем она нужна. И вообще этот человек находится не там, где река, а находится, например, на горе. Так что к нему, что же ему удочка? Понимаете? То есть даже из самых лучших соображений ничего хорошего не получится. И тут получается как бы такая история. Вот эти люди из Vacational Services, когда мы им говорили, ребята, вы нам просто на любую работу, мы же не неприбередливые, там не важно, на 5 долларов, на 6, на 7, куда угодно. А нету, понимаете? Вот этой нету. И они, значит, говорят, а мы вот, нет, мы вас научим, говорят они, мы вас научим, как ходить на интервью, как, значит, там, получить это интервью, как его пройти, это интервью. Вот мы вам как бы дадим удочку и научим вас рыбу ловить, а рыбу саму мы вам давать не будем, потому что мы вас гораздо большему и лучшему учим. А дальше они чему учат? Ну вот, говорят, как, например, рассылать резюме. Они говорят, надо на конверт, Тогда не было, тогда даже факсом практически никто не пользовался, еще и такое время было, ни у кого не было дома. Ну, 90-й год, конец, начало 91-го, они говорят, вот ты берешь конверт, не клей на него обычную марку, которая продается там в автоматах или на кассах в универсамах, ты поедин в почтовое отделение. И там, где много марок, выбери красивые, большие, сочные, они стоят те же деньги на самом деле. Вот, и вот купи марку красивую, сочную, привлекающую внимание, и вот наклей эту марку на свое резюме, на конверт со своим резюме внутри. И вот утром в понедельник секретарша будет почту перебирать, которая там, значит, и увидит эту красивую марку. И она вытащит конверт с красивой маркой и положит его сверху на пачку с другими конвертами, где тоже много резюме, естественно, ты не один. И вот начальник первым прочтет твое резюме, и вот тогда у тебя появляются дополнительные шансы, как бы вот так надо, вот так пробиваться. Вот это то, чему они учили, понимаете? И вот я надеюсь, что вы понимаете, ну не то, что бредовость, но как бы несостоятельность, что ли, не в марке дело, понимаете? Не в марке дело. Ну, в общем, такая вот история. И к чему я рассказываю? Они говорят, а у нас нет такого, чтобы всех за руку отводить. Мы учим тебя рыбачить. А ты сидишь, слушаешь это все и думаешь, господи, как мне нужно просто работу, как мне нужно просто вот сегодня, завтра взять, выйти на работу, заработать там, я не знаю, сколько там этих долларов. Ну, уже не быть вот изгоем таким подвешенным, непонятно каким, а уже просто быть человеком на любые деньги. На любые. Даже не только потому, что эти деньги, ну, в конце концов, ну, потом будут больше, потом еще больше, потом язык подойдет, потом. Мы тогда вообще все без языки были. Английский был только у людей, которые, ну, вот если только профессиональные переводчики, там, вот, инъязовские люди. А у кого еще мог быть английский? Ну, я не знаю, это, ну, один на сто был с человеческим английским. И вот, к чему я рассказываю, что я, с одной стороны, сам сегодня вот в положении человека, который как бы удочку дает, да, и учит рыбачить. То есть, ты ко мне приходишь там, я тебя учу, как это делать, значит, чтобы уже не нуждаться ни в том, ни в всем. Но я при этом очень хорошо понимаю состояние человека, которому не до удочки и не до крючка, а которому, вот, ну, реально выжить надо, сегодня надо выжить. И в Америке не исчезли, с тех пор, как мы тут были, не исчезли всякие фонды, которые там доступны даже тем, кто в гринкарт-лотерею выиграл. Хотя не положено пользоваться, но, в принципе, люди пользуются и вэлфером, и медицинскими бенефитами, и фудстэмпами. Кроме того, сейчас, слава богу, такое время, что можно продать что-то, вот, я не знаю, вот если бы я из Москвы сейчас уезжал, у нас была двухкомнатная квартира на берегу Москва-реки, там, в хорошом дневнике. Я не знаю, сколько такая сейчас стоит, но, востоке, я бы не приехал совсем пустой, правда? Мне бы и не нужна была бы помощь там какая-то. Я понимаю, что не все в Москве живут, кто-то живет в таком месте, где скромно, кто-то скажет, у меня раньше квартира стоила миллион, теперь там только семьсот тысяч, я сочувствую. Но другое немножко время и специфика там и так далее, я все это тоже понимаю, но это вторично на самом деле. Первичен сам человек, и вот его ощущение себя, его желание прорваться, и все-таки, действительно, человек не может оказаться в эмиграции неожиданно. Вот, допустим, лег спать, а проснулся под Бруклинским мостом. Нет такого. То есть, какое-то время на это все требуется, значит, какая-то подготовка происходит, особенно если у тебя дети есть. Эти визы ты получал, и там, я не знаю, и профессия какая-то у тебя есть, ты мог что-то такое подучить более современное, более востребованное, и английский мог, и все, что угодно мог. И вот то, что я там рассказываю, там, про тестирование, люди говорят, у меня там нету, там, четыре тысячи заплатить за курс. Так бесплатно учи, вот висит же бесплатно курс. У меня сколько народу вот это послушали бесплатно, пошли, работу нашли. Абсолютно в любой точке, там, скажем, России, Украины, где они там были, уже, слава богу, три с половиной года курс висит. Понимаете, не то, что для этого какие-то материальные ресурсы нужны, но внутренние, вот внутри. Человек говорит, я иду на прорыв, я иду в бой с тем, чтобы победить. И все вдруг переворачивается, меняется, и все у него получается. Понимаете, а вот это вот, чтобы там те, кто побогаче скинулись, они могут скинуться на рыбу. Понимаете, на удочку, там, с крючком, там, и технологией, там, как рыбку отловить, они не могут скинуться. А с другой стороны, так, тут же никто не голодает. То есть, не то, что тут на рыбу нужно скидываться. На рыбу, слава богу, есть. Это дело такое. Вот, поэтому той помощи, тех ресурсов, которые есть в обществе, то есть, я имею в виду чисто денежные финансовые ресурсы. И я хочу сказать, что консультативная помощь, это же тоже деньги, это тоже ресурсы, это же денег стоит, чтобы сидели люди и кого-то консультируют. Значит, вот этих ресурсов, вагон и маленькая тележка, выше крыши этих ресурсов. Я уж не говорю про веб-сайты, где все написано. Хотя, конечно, надо английский учить. И форумы, и блогеры, и все, что угодно. И сегодня, вот в сегодняшнем мире говорить, что кто-то еще должен скинуться, чтобы бедному соотечественнику, понимаете, заброшенному там какой-то необычной коварной судьбой под Бруклинский мост, чтобы ему там на две недели в квартире пожить, я, честно говоря, сомневаюсь в целесообразности. Так что, такая вот история из жизни. Счастливо!